15 том книги «Открытым оком», вопрос номер 2939, тема «Община». «Расскажите, кто как пришел в общину, и было ли так, что через кого люди пришли, те сами не были членами вашей общины?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Дать осознанное свидетельство прихода в общину, думаю, могут не более 70 человек, остальные или уже отпали, или тянули за родителями. «В какой я бездне утопал, в премыслие я страшусь, но ты меня и там взыскал, Спаситель мой Иисус». Этот стих я услышал от А. Петеримова, уж очень он ко мне подходит. «Рерих, Блаватская, Хиромантия, Роза Мира, Кришна, Астрологическая Академия и т.д. и т.п. – это круги бездны, которые я прошла, и нигде душа моя не нашла покоя. Все не то, все не настоящее». «Я очень часто болела, когда началось время Кашпировского, Чумака, всякие экстрасенсы и лекари народные, и к ним я ходила, но болеть продолжала. Так, в 1987 году я попала в больницу с защемлением нерва, так что я не смогла ходить со страшными болями в правой ноге. Там, в палате, куда меня привезли на каталке, лежала только одна женщина, ее звали Локтеонова Лена, и она сказала, что знает меня. Через три недели меня выписали, и я стала ходить к ней домой, так как она лечила у меня водой. У нее в доме я познакомилась с ее мужем Юрием, который, так же, как и я, искал истину, и его душа не находила, вернее сказать, не имела покоя нигде. Лена нас всегда упрекала, что «зачем ходите по всем этим помойкам, а идите лучше в церковь и молитесь». Юра сказал, что она права. «Истина в Библии, и он ее читает вот уже много лет и не понимает, и что он ищет, кто бы вел занятия по толкованию Библии». Так продолжалось примерно до 1991-1992 годов. После этого я все забросила и стала ходить в церковь. Там мне нравилось, особенно иконы, некоторые изображения Божьей Матери, Николая Чудотворца. Их проникновенные глаза, их спокойный и смиренный вид, и в то же время такие возвышенные над нашим миром. Да, думаю, Юра прав, нужно идти в этом направлении, чтобы понимать тот неземной мир. Нужно читать Библию. Но сколько я ни старалась ее читать, не понимала. Тогда я решила покреститься, а то я ведь не была крещена. Об этом я узнала от матери. И вот в 1992 году в Покровском соборе я крестилась вместе с сыном. Все, что происходило во время крещения, было для меня очень тревожным, и я волновалась. Самое главное, когда нужно было перекреститься, я перекрестилась неправильно, слева направо. Меня священник сразу за это упрекнул с такой раздражительностью, и это меня очень расстроило. И домой я шла подавленная. Даже креститься я не умею. Меня это еще больше убедило, что нужно покупать Библию и духовную литературу, и читать, изучать. Стало читать. Но если жития святых меня умиляли, заставляли плакать, то Библию я не понимала. Так продолжалось до 1993 года, когда в ноябре после большого перерыва я пришла к Лене в гости, и она сразу мне с порога заявила, что Юра меня ищет уже второй месяц, и оставил для меня записку. У него есть объявление, что он нашел то, что искал в течение 20 лет. Приходят толкования Библии по святым отцам, проходят толкования Библии по святым отцам, и мне срочно нужно туда идти. Так я в середине ноября 1993 года в первый раз пришла на занятия в политехнический институт. И вот уже 12-й год хожу с большим желанием, и не знаю, как без этого я жила. Что за это время со мной произошло? Получила самое правильное крещение с трекратным погружением в июле 1994 года. Над этим всем, вернее, надо мной видна рука Господня. Я очень благодарна Богу за этот дар, за это избрание. Алфимова Людмила Степановна. Сметанина. 2.47.30.18 Книга Придж Соломоновых, 24 глава, 14 стих. Таковое познание мудрости для души твоей. Если ты нашел ее, то есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Ах, что бы я дал, чтоб не помнить о прежнем, о взмахе руки и нажатии пальца. Осколок тех мыслей, нещадный прожектор. Большим человеком в том не состоялся. Пытался глушить свою память и совесть, сжигать табаком и в парах алкогольных. Но прошлое рядом. Замучило вовсе. Режет и жжет, и укорами колет. Увы, от прошедшего трудно сокрыться, стереть и изгладить грехи, сожаления. Так и приходится чавкать в корыце, давиться слезами. Одна тут дилемма. Как вспышка, как молния, с громом и стучи. За нас Иисус на кресте умирал. Мой грех его тяжко и долго так мучил. И я был во всем виноват и неправ. Прощен в покаянии, в глубоком крещении. Одежду он дал мне белее, чем снег. Не я, а Иисус принимает мучения. Хотя он был чист, всех живущих честней. О, как мое сердце взыграло, раскрылось. Таланты в развертке потребностей новых. Свободно под иго Христа прислонилась. Рабом и соратником у Иеговы. Какие мы близкие, братья и сестры. Как будто одни у нас мать и отец. Сложнейший вопрос разрешается просто. Едва после службы успеешь присесть. И страшно подумать, что было бы, если мимо двери моей чудный прошел. Все так же горланил бы пьяные песни, пока опростался бы мой кошелек. Забыто корыто, с Христом за столом, напевом учусь у пронзенного агнца. Безжалостно ружьте морское на слом. Иначе к спасению не будет нам шанса. 7 января 2006 года. Игнатий Лапин.